Украина готова к тесному сотрудничеству с новым американским лидером Дональдом Трампом и его командой. Об этом по итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил президент Петр Порошенко. Также глава государства приветствовал решение администрации Барака Обамы расширить санкции против России. Тиску вплива и мотивации для Российской Федерации, быть за столом переговоров, имплементовать минские договоренности, прекратить агрессию и оккупацию и обеспечить территориальную целостность нашей страны в рамках международного права. Джозеф Байден заявил, требовать от Украины выполнения минских соглашений можно только после того, как оккупационные войска начнут выполнять условия прекращения огня. И минский формат – единственная жизнеспособная основа для урегулирования конфликта на Донбассе. США ожидают от Украины реформ. Петр Порошенко ответил, руководство страны активно работает над этим. Без реформаторских процессов, которые каждый день изменяют обличие нашей страны, уже невозможно представить себе новую Украину. Хочу наголосить, что мы работаем как единственная команда. Президент, парламент, Верховная Рада, уряд и наши стратегические партнеры в США, в Европейском Союзе и по всему миру в рамках потужной проукраинской коалиции, которая была создана, в том числе и с усилиями вашими, пане Вице-президент. Децентрализация, которая уже успешно действует и приносит определенные плоды. Судовая реформа, где мы внесли изменения к Конституции, и сейчас закончим формирование нового Верховного Суду Украины, который реализует право Украины на справедливость. Это новая податковая, новая административная реформа. Это сильные кроки, которые обеспечивают стабильность в макрофинансовой и банковской сфере. За короткий промечок часу, наголошую, в условиях агрессии, войны, незаконной аннексии Крыму и оккупации схода нашей страны, мы, и эти оценки не только мои и не только внутренние, сделали больше, чем за все предыдущие часы существования Украины. Вице-президент США сказал, критически важно не только успешно противостоять агрессии России, но и одолеть коррупцию внутри страны. При этом Байден отметил достижения. Среди них изменения в правительстве, экономике и всей политической системе. За последний год власть Украины продолжила выполнять требования МВФ для получения очередного транша кредита, укрепила банковский сектор и защитила украинских платчиков, приняв решение о национализации Приватбанка. Но, по словам Байдена, впереди еще много работы. В этом должны помочь антикоррупционное бюро и создание специализированной профильной прокуратуры. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранного дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге против России. В нем говорится о нарушении Москвы о конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. В сообщении администрации главы государства указано, в иске стоит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию России украинского имущества, месторождений, захват платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба из-за других процессов, которые причинили вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе. Также отмечается, из-за действий России более полутора миллионов украинцев за три года с начала агрессии стали переселенцами. Международный валютный фонд назвал новые условия сотрудничества с Украиной. В очередной версии меморандума указаны основные требования к государству. В этом году наша страна должна принять решение о монетизации субсидий. До конца марта нужно провести земельную реформу и принять решение об изменении пенсионного возраста. А до конца года руководство страны должно выбрать международную компанию с хорошей репутацией для аудита Приватбанка. До июля государство должно ввести единый реестр получателей социальных выплат и создать законодательные условия для работы антикоррупционных судов. Сегодня начинается очередной конкурсный набор в национальную полицию Украины. На первом этапе планируют принять на службу 3000 человек. Из них 800 следователей и 900 сотрудников уголовного розыска. По словам представителя ведомства Александра Вакуленко, сейчас в Украине 127 тысяч сотрудников полиции, не хватает 22 тысяч. В основном речь идет о нехватке следователей и сотрудников криминальной полиции. Испанская полиция изъяла 12 тысяч единиц оружия. Его собирались продавать преступным группировкам, в том числе террористическим. Это автоматы, пистолеты и даже крупнокалиберные пулеметы, способные сбить самолет. На черном рынке все это стоит около 10 миллионов евро. Полицейская операция проходила в четырех регионах Испании. В результате задержано пять человек, четверо мужчин и женщина, испанцы по национальности. Трое из пяти задержанных оставлены под стражей. У двух других забрали паспорта и запретили им покидать страну. В пресс-релизе Министерства внутренних дел сказано, обвиняемые получали выведенное из эксплуатации оружие, ремонтировали его и продавали на черном рынке членам организованных преступных группировок и террористических организаций. Наслед преступников вышли в ходе расследования атаки в Брюсселе в 2014 году. Операцию проводили совместно с Европолом. В ходе рейдов полиция также изъяла 80 тысяч евро. 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим в результате крушения турецкого грузового самолета в окрестностях Бишкека. По последним данным, жертвами трагедии стали 37 человек. Четверо из них члены экипажа. Трагедия произошла во время захода борта на посадку в аэропорт Манас при плохих погодных условиях. Боинг турецких авиалиний упал на дачный поселок, в результате чего были разрушены 15 строений. Экономика Китая в нынешнем году вырастет максимум на 6,5%. По данным ряда западных СМИ, целевой показатель был занижен. Ранее предполагалось, что экономика страны вырастет в пределах 6,5-7%. При этом официальный Пекин эту информацию пока не комментирует. Предпринимаемые властью страны стимулирующие меры, в том числе рекордный объем заимствований банками у государства, вызывают беспокойство. Политические лидеры отмечают высокий уровень долга и риск перегрева ипотечного рынка. Ранее Центробанк КНР объявил о переходе к прозрачной и нейтральной политике. Как ожидается, скором повысит ставки для поддержки ослабевающей национальной валюты. В мире существует деформированная экономическая система. Это означает, что выгоду получает 1% населения. Она разработана так, чтобы приносить в пользу 1%, а не 99%. Поэтому и получается, что несколько миллиардеров владеют такими же средствами, как половина человечества. В прошлогоднем отчете Оксфам сообщала, что таким же состоянием, как и беднейшая половина Земли, владеют 62 миллиардера. В организации считают, что существующая в мире экономическая система влияет на политику стран. Ее следствием стали Brexit в Великобритании и победа Трампа на президентских выборах в США. Думаю, существуют убедительные доказательства того, что изменения в политике обусловлены ростом неравенства. Люди меньше чувствуют себя причастными к успеху нации и общества. И все больше недовольны своим положением. В организации считают, что миллиардеры должны честно платить налоги, не выводя свои деньги в офшоры. По словам сотрудников Оксфам, часто состоятельные люди платят в казну государства меньше, чем их уборщицы или секретари. Кроме того, в отчете говорится, что работающие женщины получают намного меньшую зарплату, чем мужчины. Доклад Оксфам вышел в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, который начнется 17 января. Представители организации призывают его участников решить проблему уклонения состоятельных людей от уплаты налогов. Это сделает экономику более направленной на остальных людей. Цены на мировом рынке нефти будут еще более неустойчивыми в этом году. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Берол. По его мнению, это произойдет даже в случае стабилизации рынка в первом полугодии. Я ожидаю, что мы увидим восстановление баланса на рынках в первой половине этого года. Но хочу сказать, что мы вступаем в период высокой волатильности на рынке. Страны, входящие в ОПЕК, 30 ноября договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017-го на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей. Кроме того, уменьшить объем добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки обязали страны, не входящие в ОПЕК. Берол считает, что это соглашение может перевести к росту цены на черное золото. А это, в свою очередь, может уменьшить спрос. Кроме того, другие страны могут увеличить поставку своей продукции на мировой рынок нефти. По данным аналитиков, объем добычи нефти на прошлой неделе увеличился в южных штатах США. В целом, в сутки добывалось 8 млн 950 тысяч баррелей. Это максимальный показатель с апреля прошлого года. Главное опасение директору Международного энергетического агентства внушает отсутствие инвестиций в новые поставки нефти. Из-за снижения цены на ископаемое топливо в течение двух последних лет закрылось много предприятий по всему миру. Если в этом году не будет значительных инвестиций, то в ближайшие несколько лет может произойти большой разрыв между спросом и предложением. Это принесет серьезные последствия рынку нефти. Кроме того, китайская нефтедобывающая отрасль в последнее время была в упадке. Однако, по словам Берола с ростом цены на нефть, Китай также может увеличить ее добычу. Урожай 2016 года стал рекордным для Украины. Согласно предварительным данным, производство зерновых и зернобобовых в стране достигло 66 миллионов тонн. Это на 6 миллионов больше, чем в 2015-м. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Также в прошлом году страна достигла рекордных показателей за всю историю независимости по урожайности пшеницы – 42 сантиметра с гектара, ржи – 27 сантиметра, кукурузы – 66 сантиметра и гороха – 31 сантиметра с гектара. В целом, средняя урожайность превысила 46 сантиметра с гектара. В 2016 году Украина установила рекорд по производству и экспорту подсолнечного масла. Этого удалось добиться благодаря рекордным показателям сбора семян подсолнечника и действия экспортной пошлины, которая обеспечивает их максимальную переработку на украинских предприятиях. Согласно данным статистики, в прошлом году в Украине произвели почти на 560 тысяч тонн подсолнечного масла больше, чем в 2015-м. Всего страна поставила за рубеж почти 5 миллионов тонн этого продукта на сумму в 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Изображение афроамериканки впервые появится на денежном знаке США. Профиль темнокожей женщины в образе «Леди Свободы» будут чеканить на юбилейной золотой монете номиналом 100 долларов. Монетный двор США выпустит ее к своему 225-летию. Волосы американской свободы заплетены в традиционные африканские косички. Голова украшена короной звезд. Сверху размещена надпись «Либерти», что в переводе означает «Свобода». Внизу отчеканен девиз «Мы верим в Бога». На оборотной стороне денежного знака изображен белоголовый орлан. Эта птица – также национальный символ США. Монеты будут делать из 24-каратного золота. Они поступят в продажу 6 апреля. Монета с изображением афроамериканки откроет юбилейную серию. Планируется выпускать новый денежный знак раз в два года. Каждый и следующий раз «Леди Свобода» будет представлена в образе азиатки, латиноамериканки, а также представительницы коренного населения Америки. Эта серия призвана отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов. В Южной Корее проходит фестиваль зимней рыбалки Санчхона. Вот одно из самых захватывающих состязаний. Задача – поймать форель голыми руками, зайдя в бассейн с ледяной водой и голыми ногами. Улов прячут под футболку, что делает конкурс еще более зрелищным. Другие участники фестиваля по старинке вооружились удочкой. Я уже пять лет участвую. Прихожу, потому что это замечательный опыт для детей. Хочу, чтобы у них остались хорошие воспоминания о семейном отдыхе. Разделать свежевыловленную рыбу и приготовить ее на огне – отличный опыт. Думаю, мы продолжим посещать фестиваль еще многие годы. Уезд Хвачхон, где проходит фестиваль, славится самыми крепкими в стране морозами. Он расположен в 120 километрах от Сеула. Я на фестивале зимней рыбалки впервые. Это фантастика. Мы с друзьями отлично проводим время. Так здорово, когда поймал большую рыбу. Я точно приду сюда в будущем году в еще большей компании. Фестиваль проходит каждый год с 2003-го. Специально перед мероприятием в местные водоемы выпускают несколько тонн горной форели. Фестиваль посещает около полутора миллионов человек. Около 100 тысяч – из Европы и Южной Азии. Фестиваль проводится в начале года. И он один из самых веселых среди зимних фестивалей Южной Кореи. Фестиваль длится 23 дня. Он завершится 5 февраля. Озеро Кимза у подножья Альп немцы называют Баварским морем. В январский снегопад три десятка любителей зимнего плавания поборолись за звание ледяного короля Кимза. Такой величественный титул не случайен. На одном из островов озера расположена резиденция последнего баварского короля Людвига II. Соревнования проходят в нескольких дисциплинах, включая брас и фристайл. Температура воздуха около нуля. Температура воды плюс 4 градуса. Со стороны может показаться, что заплыв в таких условиях – дело несложное. Но преодолеть психологический барьер для многих – самое серьезное испытание. Никогда бы раньше не поверила, что смогу это сделать. Я просто пробовала, насколько поздней осенью я все еще смогу заходить в воду. А смогла на протяжении всей зимы. Попробуйте сами. Замечательно разогревает. Занимаясь плаванием в ледяной воде, часто спрашиваешь себя, почему я делаю это? Для здоровья. Увеличить запас жизненных сил. Это требует силы воли. Очень важно, что можешь побороть собственную слабость и сказать себе, я это сделал. Плавание в ледяной воде особенно популярно в Скандинавии и странах Балтии и Китае. Любители зимних заплывов в Финляндии называют выдрами, нерпами и тюленями, в Восточной Европе – моржами. Погружение в холодную воду повышает выносливость, психическую равновешенность, провоцирует выработку эндорфина, гормона счастья.